Вот, продолжаем. Уважаемый Сергей Кужугетович, самое эффективное оружие есть у меня. Больше ни у кого в мире нет. Это элементарный пример. Источник энергии, бесконечный, бесплатный. Кроме того. Уголь, газ, ядерное топливо не нужны. Работает самостоятельно. Мотор вращает генератор, генератор питает мотор. Все. Теперь покажу, как нужно его использовать. Потом вернемся к Китаю. Военная авиация. Завершены заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35. Многоцелевой. Этот самолет, название хорошее, но сбить его легко. Потому что есть ракета самонаводящаяся, которая чувствует температуру и там, где высокая температура, летит туда в цель. В этом моторе температура не повышается. То есть, если самолет будет летать от этого источника, его сбить невозможно. Потому что температура этого мотора не увеличивается никак. Здесь применяются комбинированные провода. Поэтому нагрева нет. Это только начало. Можно делать такие системы, что... Заодно перейдем в... Как бы скоротить время, чтобы можно было понять. Самое эффективное оружие называется видео, да? Теперь... Есть еще антиоружие. Ладно, раз уже включил. Вот он, да? Росатом. Вставляет ядерный реактор и везде. Это... Тем более, представитель ездит. Например, да, в Санкт-Петербург. Поехал Сергей Кириенко и установил там ядерный реактор имени Ленина. Ленин, Иуда. Все, что касается Иуды, это значит уничтожение населения до 15 миллионов. Это бы и было уже, если бы не Путин. А также, если бы не вооруженные силы России или Российской Федерации. Опять же, пример берем, да? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Там стоят 10 ядерных реакторов. Опять же, элементарный пример. Заходит в этот же атомную электростанцию, проверяющий с депутатом. Все законно. Только у него есть прибор, якобы для проверки этих электростанций. Что он делает? Он включает прибор, и этот прибор сжигает электронику. Все. И уходит. Через 15 минут здесь столбы уходят вверх. Начинается цепная реакция. Температура увеличена до миллиона градусов, и получается большой ядерный взрыв. Никакой безопасности нет. Это я элементарный пример привел. Это же можно сделать такие же взрывы по всей территории России. Без войны. А здесь ничего не взрывается. Потому что ничего нет. Топлива нет. Теперь. Если. Ну, в Италии это понятно. Здесь работают все. И в том числе депутаты, которые сейчас формируют команду в парламенте, чтобы выйти из НАТО. Тогда можно будет сделать независимое государство. На основе бесконечного киловатта. Это государство, которое сами не будет покупать ничего. Будет тот же самый Великий Рим. Римская амперия. Будет, если со мной ничего не случится. Ну, думаю, что не случится. В России это было сделать проще. Намного проще. Потому что есть... То есть изготовление вот этих всех генераторов, тоже электростанций, что и есть электростанция. Ядерный реактор, никакого отношения не имеет к электричеству. Вот электростанция. Чтобы выйти на вот такое количество генераторов, никаких затрат не надо особо. Нужно просто посмотреть новость. Вот накануне, да. Правительство задумало модернизацию энергетики, а именно нарастить производство электроэнергии. Свои проекты тут же представили Росгидро, Росатом и, конечно, Роснано. Росгидро запросило 153 миллиарда рублей на модернизацию. То есть, премьер выделил полтора триллиона рублей. Вот так покажу. Ядерный реактор стоит 9 миллиардов. Время изготовления 20 лет. Генератор в тысячу раз дешевле, а изготовление в 2 месяца. Не 20 лет, а 2 месяца. Таааак. Ладно. То есть, если выбросить паровоз... Кстати, откуда он взялся, этот паровоз? Вот он, 1856 год. Тем более, он не русский. Буррелли. Вот так, чтобы было понятно. Это паровоз на колесах. Так, трактор. Ничего не изменилось. Все работает от огня. Даже сознание у правящей этой коалиции тоже работает от огня. Они кроме огня ничего не понимают. А в природе такого нет. И если бы солнце работало от топлива, оно бы сгорело за один день. А так оно горит бесконечно. Начала нет, конца нет. Вечный источник света. Вечный источник света. Это вот, чтобы было понятно. У вашей... Как она? В вашей подводной лодке паровоз. Тем более, здесь же топливо есть. А здесь топлива нет. Плавай сколько хочешь. Не нужен. В общем, ничего не надо. Само работает. И, к сожалению... Дальше идем. Что делает вооруженные силы? Оборонка. Что она делает? Куда она тратит деньги? Владимир Путин поручил дополнительно саксидировать научно-исследовательскую деятельность тем предприятиям оборонки, которые выпускают гражданскую продукцию. Тут же концерн Техмаш, входящий в Ростех и специализирующийся на выпуске боеприпасов, заявил о начале выпуска оборудования для пива Варя. Для пива. Пиво это оружие дьявола. Все того же Иуды. Я не буду приводить примеры, когда молодые пацаны гибли от бутылки пива, а были наоборот, которые от одной бутылки стали банкротами. В общем, это бомбы для уничтожения русских людей, а выпускает их оборонка, а должно быть наоборот. Дальше идем. Россия. Это не государство. Это часть мировой финансовой системы. То есть полуоккупация. Оккупирован наполовину. Можно это не менять. Пускай это будет, да, термитник, пусть он и будет. Но параллельно этому, вот сейчас, да, термитник может уничтожить всего лишь маленькие муравей. Потом разобрались не охрана этого. Когда штурмуют муравей и термитник, то вот эти термитные охраны, они не вступают, говорю, вообще. Они гибнут, та же, как и матка. Для броню флагом является яйца. Яйца. Можно этого ничего не делать. Потому что здесь есть вооруженные силы Российской Федерации. Если эти вооруженные силы, как бы их назвать, направить в нужное русло, то вот это уничтожать не надо. Пусть, как бы, пусть думает этот один человек, который устанавливает курс рубля. Курс рубля устанавливает всего один человек. И он же в доме Ротшильда. Тем более это вообще не рубль. Рубль он еще тот. Как это сделать? Легко. Не надо трогать термитник. А надо наладить производство от имени оборонки. Или на базе оборонки. На все тех же промтех и так далее. Потом получается такая ситуация. Сначала накормить себя, русских людей. Увеличить уровень жизни. Потом, любой пример, да? Китай, допустим, это Китай. Россия поставляет сюда электростанции, которые имеют счетчик. Счетчик, подключенный через спутник к центру. Если Китай задумал наступление на Россию, центр блокирует компьютер и все. Электричества нет. Соответственно, войны нет. Без электричества война невозможна. Еще раз. Самое эффективное оружие, вот оно, бесплатный бесконечный киловатт. И этот же киловатт может выступить стандартом резервной валюты. То есть, стандарт, эталон рубля. На эту сумму маленькое государство, не обязательно все, вся федерация. Один регион. Может напечатать настоящий рубль. Кстати, он уже напечатан давно. Еще в пятнадцатом году. Вот он. Настоящий рубль. Убытков нет. Прибыль бесконечна. Убытков инфляции тоже нет. Потому что полностью идет экспортная продукция. Вместе с этим кредиты выдаются без процентов. Только ничего этого не делается. Все почему-то слушают этот термин. Чего его служат? Ну пусть себе устанавливают курс своего рубля. Можно сделать это все отдельно. Теперь возвращаемся к Китаю. У Китая есть план, который основан на замкнутых циклах времени. У них один цикл 60 лет. Временной цикл России 12 лет. Ну вот в чем дело. В 2020 году циклы по максимуму совпадают. То есть фаза в Китае и фаза в России наступают в 2020 году. Получается два медведя. Эти два медведя могут управлять всем миром. Но недолго. Потому что в это же время возможно в 2021 году это можно посчитать. Например уменьшение веса планеты сейчас вернемся. Вот эта Марьянская впадина в 2021 году закроется. И оттуда выйдет волна под давлением тысячи атмосфер. Это значит, что очень большой цунами накроет Китай. А в Китае 72 ядерных реакторов. Ядерный взрыв. Все. Без разговора. Ядерный взрыв будет. Куда будут деваться эти китайцы? Они обвинят не Росатом, а Россию. Поэтому нападут. Могут напасть без войны. Просто жить негде. То есть это все нужно устранить. А я так пока вижу кроме вооруженных сил некому. и Соединенные Штаты тоже накроют цунами. Соединенные Штаты накроют с двух сторон. Короче, там живых людей не будет. Тем более забыл, о чем я дверь оборонка делает пиво. Полтора триллиона рублей. за полтора триллиона рублей можно было стать мировым лидером всей России, Руси. Кстати, кто это Россия? Куда это слово? Это Петр Первый придурок. Русь должна быть. Она во всем мире называется Русия. Только в России она называется Россия. Почему? Кому это надо? Вот я коротко не получается. Значит, тогда сделаем так. Оборонка может наладить производство вот таких электростанций легко. Для этого нужен всего лишь один приказ. тот же самый приказ. Никакого здесь разницы никакой нет. Дополнительно соксидировать научно-исследовательскую деятельность тем предприятиям оборонки, которые выпускают гражданскую продукцию. Тут же и все. И все. Правительство задумало модернизацию энергетики, а именно нарастить производство электроэнергии. Свои проекты? и предоставило полтора триллиона рублей. И опять напила и на водку. самолет тут это канал глаз народа. Хороший канал. Вот космос. и российских космонавтов. И российских космонавтов. Еще один корабль полетел. Как он полетел? От бочки пороха летает. Он сжигает защитные оболочки. Очень скоро нужно сдать температуру минус 200 градусов, а можно и минус 300 градусов. А если бы этот корабль летал хотя бы на этих все полетел мотор не нагревается ядерное топливо угля пороха ничего нет просто летит и все еще раз летать в космос нельзя как минимум 15 лет это время обновления защитных оболочек 15 лет а чтобы запретить летать в космос что надо сделать надо сделать какой-либо приказ использовать выделенные деньги правительством в нужном направлении и все вот не знаю какой 2060 год это планета на ней работают слуги дьявола руководство корпорации Росатом они уже настроили 500 ядерных реакторов которые можно взорвать просто любой человек хоть чуть-чуть понимает он может его взорвать это достаточно отключить пульт управления ядерным реактором и все все эти реакторы могут взорваться но в 2060 году а планету ударит астероид а те кто будет препятствовать этому астероиду они не смогут препятствовать бог накажет он уничтожит препятствовать может кто соединенные штаты вот они будут уничтожить у них первый ядерный взрыв от воды будет в соединенных штатах в 2019 году в феврале месяце это в следующем году а может и раньше может быть в этом году но самый опасный 2060 год когда астероид ударит планету тогда взорвутся все ядерные реакторы все жизни не будет хуже всего будет тем людям которые останутся после взрыва потому что все будет заражено сверх высокий уровень радиации везде вода земля продукты питания люди начнут пожирать друг друга чтобы этого не допустить достаточно один приказ оборонки направить деньги выделенные правительством в нужном направлении и все тогда вот эти Росатомы они просто станут банкротами тем более это произойдет скоро вот эти Росатомы заключили договора с 12 потом еще около 20 стран они думают что это золотые яйца нет это смерть когда будут ядерные взрывы это уже третий первый Чернобыль второй Фукусима третий будет Соединенных Штатов после этого люди поймут те же особенно саудиты они прекратят общение с Росатомом и заберут свои деньги обратно все Росатом банкрот они даже бомбы не смогут делать потому что не будет денег и другой пример бесконечный бесплатный киловатт который является стандартом рубля банк печатает рубль насколько хочет передает во все структуры которые участвуют в этом плане а центр начинает продавать киловатты километры и время эксплуатации этой системы в три раза дешевле все прибыль есть у всех нищих нет и самое главное нет ни одного человека который привязан к нефти клада нет клад никому не нужен тем более клад это кладбище я думаю что все понятно билет на самолет стоит из россии в италию билет на самолет стоит а и и и и и Продолжение следует...